Человек, с которым мне посчастливилось работать в одной команде. Я иду за этим человеком, потому что за те 8 лет, сколько он с Ириной Строковой занимается продвижением этого предложения в рынок, сегодня это большой бизнес, несколько стран. Сегодня этот человек создал для нас такой уникальный инструмент в команде с другими топ-лидерами, как UDS School, в котором мы с вами сегодня учимся. Кстати, а кто видел обновления, которые он загрузил уже в UDS School, новые ролики, кто поинтересовался? Супер! Я думаю, что вы поняли, о ком я говорю. Топ-лидер компании Тарас Годованюк. Доброе утро! О, как много глаз! Как здорово! Доброе утро! Я рад вас видеть! Спасибо! У нас сегодня особенный день. Сегодня день больше практики. И вы увидели, что рассадка в зале поменялась. И давайте я не буду долго про себя говорить или что-то рассказывать. Мы сразу же перейдем к работе. Нам необходимо, чтобы в своих малых группах вы выбрали человека, у него будет отдельная роль. Это будет писарь. Это человек, который может, во-первых, понятно, во-вторых, быстро писать то, что у меня будут просто с практикой некоторые вопросы. И вот этому писарю необходимо эти вопросы зафиксировать, чтобы потом вы могли их в группах обсудить. Поднимите руку, если вы точно уже выбрали писаря в своей группе. Задачи обсуждать не было. Друзья, задачи обсуждать не было. Да, просто вы глазами друг друга. Есть писарь, да? Все. Будут некоторые вопросы. Я попрошу вас их достаточно быстро записывать, чтобы потом вы могли внутри своей группы это обсуждать. Это обсуждать. У нас будет немного времени на практику, потому что тайминг сегодня будет очень быстрый. И вот этой вот малой группой, смотрите, самое важное. Воу. Ребята, самое важное. Этой группой вам надо будет сегодня пообедать вместе. Вот все люди, которые есть с вами рядом, вы сегодня обедаете вместе. Договорились? Обедаете вместе и обсуждаете то, что будет в сегодняшнем дне. То, о чем я буду говорить. А у меня есть кликер? Есть у меня, да? Дайте, чтобы мы уже пошли дальше. Смотрите, мы в моей теме поговорим про сильное предложение, как его формировать, как его формулировать. Когда-то у меня был этап, когда я тоже пришел на какую-то презентацию, на какое-то мероприятие. И внутри этого мероприятия первый раз увидел про продукт, про возможности, про партнерство. Кто-то разговаривает? Кто-то ходит? Кто-то ходит, кто-то разговаривает? Можем работать или нет? Можем, да? Тебя посадить? Давай садись. Любое место. Ну, без стула можно куда-нибудь. На теплые коленки чьи-нибудь. Вот стул. Там вот есть. Здесь стул есть. Куда-нибудь. Давайте на любое свободное садимся, если мы не разобрались как-то с местом. Все, чтобы мы уже начали. Да, сильное предложение. Когда-то у меня идея про сильное предложение пришла не сразу. Я поехал на первое свое мероприятие, когда куратор сказал, надо ехать. Но я туда и поехал. Но уже после первого дня я шел максимально окрыленный. У кого-то такие чувства уже в бизнесе были, кто-то уже это проживал, кто-то из этого мероприятия. Домой вернется и почувствует, что у него внутри появилась какая-то сила неведомая, а писать это невозможно. Да? У кого уже было? Вы с мероприятия возвращаетесь и такие, ну все. Как будто бы в этот, как железный человек в какой-то кольчуге, да, такие все. Любые двери могу открывать. И вот сегодня мы порассуждаем и зайдем чуть поглубже в рамках того, как формировать вот это сильное предложение. Сильное предложение. И начнем с вопроса, что мы с вами продаем. Вот здесь можно просто прям с места. Что, когда мы приходим на переговоры, что мы продаем? Лицензию кто-то продает, кто-то продает свободу. Себя продаем. Жаль, что я после 30% зала дальше никого не вижу и не слышу. Программный продукт, идею, сильный бизнес. У меня как будто бы галлюцинация, что все мы продаем разные вещи. Да? Все продают почему-то разное. Часто, когда я задаю такой вопрос партнерам, большая часть говорит, мы продаем продукт, мы продаем UDS, потому что на уровне UDS у нас есть какие-то понятные цифры. Правильно? Это хорошо. Но вторая часть нашего предложения, почему мы все здесь с вами, да, мы кто здесь? В какой роли? Мы здесь, каждый из вас в роли партнеров, да, есть какие-то клиент-партнеры, есть, я уверен, просто клиенты. Но нам важно выходить дальше за рамки исключительно предложения продукта. И тогда мы с вами сможем сформировать какое-то некое сильное предложение в рамках того, а как нам делать бизнес, да, как нам делать, ну, наше расширение. Потому что, ну, вот за эти 8 лет мы с ребятами, с коллегами видели абсолютно разные истории. Когда мы в продукт добавляем очень много всего, и у нас есть гипотеза, что клиентов станет больше. На самом деле их не становилось столько, сколько мы хотели, но когда мы видели, что растет наше партнерское сообщество, и приходят люди, которые с сильным предложением могут дальше работать с рынком, то количество клиентов увеличивается. Внимание, вопрос. Что нам необходимо сделать, чтобы клиентов было не 7 тысяч, как сегодня, а 14? Нам нужно в два раза преврасти в партнерском сообществе. Но это получится сделать только тогда, когда у нас с вами есть открытое сильное предложение, с которым мы можем идти на рынок. Почему некоторые сделки не закрываются? Такая провокационная история сейчас на слайде. Как вы думаете, почему некоторые сделки не закрываются? Не совпало, нет предложения. Давайте начнем с того, что примерно 80% переговоров, которые мы проводим, они должны попасть в категорию «нет», потому что рынок так устроен. Согласны? Кому-то необходимо варить кофе, кому-то необходимо раскладывать карты в казино, кому-то необходимо возить нас на такси, кому-то необходимо заниматься какими-то другими делами, профессиями и быть профессионалами в другом. Кому-то надо нас лечить. Согласны? Поэтому я очень легко и просто отношусь к любым подобным вещам на переговорах, что 80% людей, они в принципе изначально уже попадают в категорию людей, с которыми мы просто это обсудили. Возможно, мы можем быть как-то полезны друг другу в будущем, но мы не сойдемся на этом бизнесе. А вот 20% аудитории – это та аудитория, с которой действительно мы можем каким-то образом поработать, повзаимодействовать. Они могут быть партнерами, они могут здесь реализоваться. Согласны? Это приносит большую легкость в бизнесе. И тогда ваше предложение или ваше отношение к отказу или несогласию, оно становится каким? Оно становится очень легким, спокойным, простым. Окей, мы просто понимаем, что здесь мы не сходимся. Правильно? И вот это первый тезис, который важно зафиксировать. Сделки не закрываются, потому что, на мой взгляд, у нас нет сильного предложения к людям, которые попадают вот в эти как раз 20%. Что бывает происходит при звонке? Вот вы звоните какому-то кандидату или какому-то потенциальному клиенту, и иногда бывает, что обратная связь, которая поступает, мы очень сильно над ней, давайте так, задумываемся, раздумываем, заморачиваемся, что нам ответят, как нам ответят, какой это будет ответ. А я, может быть, не совсем профессиональный, а я не такой красноречивый, как ребята там выступают в зале, еще что-то. А я же вот новичок, я же только в этот бизнес пришел. Правильно? Ну, есть такие вещи. На самом деле, это все приходит с опытом, это первый момент. Второй момент, что здесь, ну, так или иначе, все равно так будет на какое-то время происходить. Но как раз вот эти вот вещи по поводу сильного предложения, они будут формироваться в процессе. На мой взгляд, нельзя. Вот я сегодня стал партнером, и завтра я такой вот сильный, окрыленный. Нет, это количество вот этих итераций переговоров, сколько-то их необходимо провести, чтобы у вас реакция на отказ, она была уже, ну, окей, нет так нет, идем дальше. Моя, наверное, ключевая черта и, скажем так, давайте назовем это замыленным словом успех в бизнесе, пришел только от того, что я над обратной связью долго не думал. Я просто получал какой-то ответ и шел дальше. Получал ответ, шел дальше. Как происходит часто с партнерами, которые очень сильно это, скажем так, прилипляют к себе, какой-то отказ? Они такие, ой, несогласие получил. Что происходит? Да, иду в магазин, не продовольственный, а есть магазин, где продают всякие, типа там, веревки, мыло и так далее. Думаю, так, где бы найти удобную люстру, чтобы закончить этот бизнес? Ну, бывает такое, иногда происходят определенные какие-то откаты. И вот я вижу, что ребята, у которых получается этот бизнес делать быстро и эффективно, это люди, которые просто там отрабатывают хорошо свою статистику, делают достаточно, делают много, делают по технологии. И тогда вот в общей, грубо говоря, конверсии 20% вот этих вот, их становится больше относительно вот тех вот 80, которые нам что-то где-то на встречах говорят. И вопросы, на которые мы будем отвечать. То есть формирование сильного предложения. На чем оно базируется? То есть должен быть какой-то фундамент. От фундамента строится, ну, любая высотка, любой дом. Вы замечали, что в вашем городе, вы такие, появился какой-то забор, там что-то происходит, полгода вы ничего не видите, а потом за месяц появляется там 9 этажей или 12 этажей, да? То есть очень долго люди делают фундамент, а потом строительство происходит очень быстро. Вот задача создать правильный фундамент. Задача сделать так, чтобы вот потом эти 9 этажей очень быстро возникли. И вот этот фундамент, он формируется от сильного предложения. Писарь, если ты есть в команде, если тебя выбрали, зафиксируй эти вопросы, которые сейчас будут, их будет 5 вопросов. Первый. Зачем я пришел в этот бизнес? С командой вы потом это обсудите вот сейчас в рамках там небольшой практики, которую мы устроим. Первый момент в плане сильного предложения, ну, базово, будет формироваться от этих вопросов. Я в этот бизнес зачем пришел? Когда я понимаю, зачем я пришел в этот бизнес, я могу это транслировать людям. И люди понимают, что ты тот, за кем можно идти. Иногда бывает как. Пришел партнер на переговоры, он говорит, вот есть продукт, вот есть партнерство. Ему, ну, как бы, знаете, это больше история про менеджеров по продажам. Бывают такие, да, многие с бизнесом сталкивались. Приходит какой-то человек, что-то рассказал, вы это не до конца, не совсем поняли. Он ушел, и вы про него забыли. Есть такое? Да, бывает такая штука. Но когда есть четкая убежденность, четкая уверенность и понимание, зачем я сегодня инвестирую самый ценный ресурс, время своей жизни в это направление, тогда дальше все, ну, вводные, они будут понятны. Зачем я пришел в этот бизнес? Дальше. Это первый вопрос. Теперь, как сформировать это предложение? Вот они, следующие моменты, да, то есть вот эти тоже писарь записывает эти вопросы. Что мне это даст? Как на это можно ответить? Что мне даст этот бизнес? Финансовое благополучие, там какую-то стабильность, да, какие-то этапы в плане там роста и развития, вот какие-то такие вещи. Следующий вопрос. Когда у меня появится стабильность, финансовый доход? Кто-то пришел за там пассивными деньгами, да, за остаточными какими-то, они у нас тоже есть. Кто-то пришел за, не знаю, за семьей, за женой, кто-то за мужем пришел. Вот люди по разным причинам принимают решение в целом в бизнес прийти. Далее. Как я себя буду чувствовать, когда у меня появляются те моменты, которые у меня в запросе? Как я себя буду проявлять? Какое мое будет внутреннее состояние? Дальше. Как качественно изменится моя жизнь? Все, что я делаю, все, что я получаю, это всегда будет влиять как итог на качество жизни, на то, что у меня будет в рамках изменений. Мы же могли выбрать какую-то другую деятельность? Могли, но почему-то выбрали эту. И каким-то образом наша жизнь качественно начала меняться. И вот ради всего того, что я записал на предыдущих четырех-пяти вопросах, есть ли у меня понимание, что ради этого стоит что-то делать? Ради этого стоит что-то делать. В течение этих трех дней, после того, как закончится мероприятие, у многих людей в голове будут чирикать птички. Знаете, вот вы с утра просыпаетесь, окно распахиваете, и там, если вы в какой-нибудь там роще, там есть деревья, и там вот соловиток, мило щебечут с утра, да? Вот у вас такое же щебетание будет через эти три дня. Хорошее состояние, такое приятное, такое классное. Со столькими людьми пофоткался, со столькими пообнимался. Вообще так классно было. И классно, что мероприятие-то с 12 примерно начиналось. Можно было до утра гулять. Кто вчера гулял? Вот вы, да? Вот вы кто на 100% прям. Но без действий это по поводу что-то делать. Без действий вот не получится так, что вы сюда выходите, и вас в командах поздравляют с первым местом, со вторым, с третьим. Всегда от хорошего эмоционального состояния строится некая база, некий фундамент сильного-сильного предложения. И дальше это все важно, чтобы трансформировалось в действие. Вот эти вот вопросы, которые сейчас писарь записал, вам важно каждому на уровне себя внутри подумать. И еще раз я их сейчас повторю. Что мне это даст? Что мне даст вообще этот бизнес? Как я себя буду чувствовать, когда этот бизнес мне начнет давать то, что в рамках моего запроса? Как качественно от этого будет меняться моя жизнь или меняется уже сейчас? И ради этого стоит что-то делать? Ради этого стоит делать какие-то новые действия? Ради этого стоит ехать на итоги? Ради этого стоит идти на завтрашний блок для VIP-партнеров? Или у кого-то там BM может быть недоделан, бонус масштабирования? Или у кого-то там квалификации ключевого менеджера нет? Стоит ли ради этого доделать, чтобы стать еще лучше относительно себя вчерашнего? Сейчас мы на эту практику прям буквально 3-5 минут. Нам важно вот начать эту работу, которую мы продолжим на обеде, и лучше всего к этому еще вечером вернуться. Чем чаще к этому возвращаешься, тем у тебя более ярко выражено, вот это формируется сильное предложение, когда ты потом приходишь на встречу, когда ты приходишь на переговоры. Окей? 3-5 минут по этим вопросам. Каждый из вас сейчас где-то в заметках или в блокноте. Пропишите, пожалуйста, ключевые важные тезисы. И да, устроим на это прям буквально 3-4 минуты. Нам дадут легкую музыку. Поехали. Каждый сам для себя. Каждый сам для себя. Потом у вас будет возможность поделиться друг с другом. Каждый сам для себя. Что мне это даст? Как я себя буду чувствовать? Как качественно от этого изменится моя жизнь? И ради всего того, что я прописал, стоит ли мне после мероприятия что-то делать? Продолжение следует... Нам сейчас главное начать, чтобы мы начали вот эту штуку с пониманием, фундамент закладывать. Вы можете это продолжить. Буквально еще пару минут. Буквально еще пару минут. Как я себя буду чувствовать, когда начну получать какие-то вот эти вот бонусы. Как качественно изменится моя жизнь. И ради чего? Ради этого стоит что-то делать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, друзья, давайте будем продолжать. На обеде мы это доделаем и доработаем, потому что внутри малых групп достаточно будет времени в обед поговорить и обсудить, и поделиться. Внутри каждой группы у вас будет какой-то, давайте, каждый из переглянувшихся между собой уже понимает, кто будет лидером в этой группе, кто будет неким модератором, который будет этот процесс ускорять, помогать и так далее. То есть вы внутри ваших 16 человек определитесь. Обедаем вот с этими вопросами. Теперь я на эту конструкцию, давайте вернемся, друзья, давайте поднимем глаза на экраны или сюда на основной экран. И я на эту конструкцию немножко сейчас еще буду добавлять то, что может формировать это сильное предложение. То есть что-то сейчас уже появилось, это такие зачатки, это основа. Что еще, вот на самом деле мне, например, в каких-то моментах помогает. На чем базируется вот это фундаментальное сильное предложение? Что ему будет помогать? Конечно, факты. То есть когда я провожу переговоры, я всегда говорю о фактах, о том, что мы 10 лет на рынке, я там 8 лет в партнерстве с компанией. Я четко понимаю, что мы делаем, как мы делаем, как мы работаем с предпринимателями, какой у нас продукт, какую ценность он дает. Здесь же рядышком факты по поводу компании. То есть это вот, я уже проговорил, там 10 лет, разные сферы бизнеса и так далее. Все, что связано с циферными показателями. Мы знаем все свои цифры. Вчера Вячеслав и Айрат говорили очень много про продукт, про продукты, про компанию. Вот отсюда, вот эти вот факты, которые звучали, это тоже является тем самым сильным предложением, которое, то есть когда необходимо по запросу, вы на переговорах или на своих презентациях, на открытых встречах, вы можете это озвучивать. Так, вера в компанию, продукт – это первый пункт. Второй – это вера в себя, как в человека, как в лидера, за кем можно идти. Кто-то знает мою историю, кто-то нет. Для меня путь в партнерском бизнесе начался в 2011 году. Для меня UDS – это второй опыт. И тогда были очень интересные ситуации, до которых, ну, я могу сказать так, какая-то часть партнеров, например, вот сейчас я вижу, что просто не доходит и не доживает. Мы же сегодня открыто говорим. Открыто. Первая сделка у меня была на 38-ю встречу. Это много или мало переговоров проведено? И вспомните этап 2011 года. У вас нет онлайна. Вам всегда с человеком нужно лично встречаться. Не было ни зума, ни там скайпа, никаких-то вот таких вот вещей вообще не было. Мы даже не предполагали, что так можно работать. Ты звонишь другу, говоришь, привет, надо встретиться. Он говорит, а что такое? Говоришь, есть предложение, давай общаться. Человек приезжает на встречу, и 37 отказов вот так вот подряд ты проходишь. Как вы думаете, какое было мое состояние в тот момент? Не классное. Оно было, ну, так себе. То есть у тебя уже в голове начинается рой вопросов. Что происходит вообще? То ли я делаю, туда ли время я инвестирую? Что-то как будто бы уже много сделанное. А хочется же результата когда? Вчера еще, да? То есть ты переговоры проводишь, вчера уже хочется, чтобы уже какой-то партнер был. То есть я тогда был с таким состоянием, что если кто-то не регистрируется и не двигается вообще, я готов был двигать человека и регистрировать. То есть я уже, господи, где эта первая сделка? И потом мне куратор сказал очень волшебные вещи. Он говорит, когда люди увидят силу твоего предложения и поймут, что ты тот человек, за кем можно идти, это как раз вот про второй тезис вера в себя, как в человека, который может повести за собой. Это очень важный момент. И когда я, там понятно, что немножко было внешнее преображение, я там на 2-3 месяца оделся в пиджак, рубаху, вот такой приходил на встречах. Да, тогда люди начали по-другому реагировать, потому что до этого они меня видели в такой же растянутой футболке с огромным смайликом посередине, и для них даже визуально ничего не менялось. Да, то есть это еще и про вот эти изменения. И, соответственно, ну, то есть это надо было пройти, перебороть, и наконец-то на каком-то этапе я стал тем человеком, когда люди начали, я понимаю, Светлана, да, когда люди начали видеть в моем предложении силу, когда они начали понимать, и я начал глубже их погружать не только там условно в сам продукт, а я начал говорить о тех возможностях, с которыми человек может здесь соприкоснуться. То есть если у него есть в запросе какие-то мечты, цели, здесь через эти все моменты может прийти его реализация. То есть не только про твердую продуктовую составляющую, а еще про тот формат там партнерства, бизнеса, да, вот то, что мы в этом комьюнити постоянно создаем из мероприятия в мероприятие. Про это, на мой взгляд, мы говорим очень мало. И осознанно и взвешенно принимает решение, знает, чего хочет и куда идет. Это вот тот человек, за которым идут, когда он в себя верит, потому что он занимается важной, экологичной, полезной идеей на рынке. Далее. Мне очень помогает вдохновлять и зажигать. То есть когда, знаете, происходит такой момент, может быть, кто-то сталкивался, переговоры проводишь, и у тебя у самого от того, что ты говоришь, начинает вот немножко даже мурашками руки браться. У кого было? Да? Кайф. Когда я человеку говорю такие фундаментальные вещи, и у него просто глаза открываются, и он начинает как будто бы сам внутренне расширяться. Это очень важный момент, и вам важно это просто прочувствовать. И тут я точно в эти моменты не говорю о 40 миллионах скачиваний. Я точно не говорю про 7 тысяч компаний. Я говорю, как фундаментально твоя жизнь может поменяться. И вот эти примеры, когда есть этап начала бизнеса, где-то такая, знаете, уже чуть-чуть опытная позиция. Сейчас я вижу, что, например, вот я постоянно привожу в пример своего одного из самых ключевых партнеров, который поддержал меня на этапе старта, Зиновий Бондаренко, город Рязань. У этого партнера сейчас в команде большая часть вообще всей моей организации. Когда я делал предложение этому человеку, по факту это было, там вместе с Ирой мы обсуждали, как дать презентацию, какой материал отправить и так далее. По факту ситуация Зиновия была там супер, она отличалась от того, что есть сейчас. Я вижу, как за эти годы Зиновий просто жизнь свою тотально поменял. Весь там в часах, в новомодных гаджетах, машина у него, у жены трехкомнатная в Рязани, там троиди. Вообще чувак жизнь свою устроил абсолютно по-другому. Но на момент предложения этот человек в не очень хорошей ситуации, прямо сказать, находился, но смог просто поменять вообще весь свой уклад жизни. Я пропитываюсь вот этими примерами. И каждый человек, то есть смотрите, как бы вы себя вели. Зиновий, брат, спасибо тебе, что ты когда-то меня в этом бизнесе продержал. Огромная тебе благодарность. Ты красавчик. Мы 17 числа делали там свое мероприятие. Мы всегда вот в Сочи за день раньше приезжаем, арендуем дом. Там у нас повар, кальяны, чуть-чуть горячительных напитков. Все тусят, все танцуют. Зиновий говорит, пойдем, надо там пообщаться. И сидит там человек, три аккаунта бизнеса, по-моему, там парень взял у нас. Вообще просто Зиновий, все, у него есть своя роль. Он такой черный кардинал. И вот серый? Черный кардинал. Он постоянно знает свою роль, знает, что делать. Короче, вдохновлять и зажигать. То есть я вот подобными примерами, почему важно приезжать на мероприятие. Вы слышите истории разных людей, которые по-разному реализовались. И потом для меня это является определенным опытом, который я на переговорах тоже могу транслировать. Когда мне попадается человек, который, не знаю, там из сферы недвижимости. Я говорю, слушай, у нас из недвижимости есть вот такой человек, который вот так, 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 так. И вот теперь он вот эту роль занимает. То есть вот этим важно наполняться. Почему мы делаем вот такой большой формат событий, нетворкинга. Обменивайтесь контактами, знакомьтесь с людьми, узнавайте их истории, истории принятия решения, из каких они сфер. И тогда вы будете человека всегда в его будущее зажигать. Бесполезно вовлекать в игру футбол. Гораздо эффективнее в золотые медали, кубки, славу, признание и миллион долларов вознаграждения. Это вчера про вчерашнее награждение, про игру. Кто хотел бы в следующую игру выйти сюда и получить все эти бонусы, которые ребята получали? Класс! Вот это очень важная история. Поэтому вот в это нужно вовлекать, а не в исключительно сухие факты в продукте. Нам с вами очень сильно повезло, что мы работаем с крутым партнером, с такой компанией, у которой есть такой продукт, который уже там сильно на международном рынке, очень сильно признан в нашей стране. Нам осталось что делать? Как Вячеслав говорит, ну, мы на правильном пути, нам осталось лишь идти. Правильно? Да, то есть нам просто нужно это делать. Это дальше уже про действия. И таким образом получается вовлечение вместо продаж, когда мы не только озабочены технологией продаж, а когда мы можем вовлекать через разные истории, через свое сильное предложение людей в бизнес. Что мне еще очень сильно помогает? Я всегда на переговорах говорю, ну, человеку искренне говорю, знаешь, почему я этим занимаюсь? Знаешь, почему я занимаюсь этим направлением, этим бизнесом? Почему я в партнерстве с компанией? Вот эти моменты на предыдущих там пяти вопросов, когда вот эта короткая практика у нас была, вам важно это сформулировать, потому что на каждой встрече это важно проговаривать. Вот прям каждому человеку. В зависимости от того, сегодня Екатерина будет тоже у нас выступать, там во второй части, я так понимаю, по поводу цветотипов, да, то есть под какой цветотип больше подходит этот человек, вот в тот формат больше и вести диалог, но с контекстом, почему я когда-то принял решение заниматься этим бизнесом. Пару слов про то, что связано с материальной стороной. Я очень верю в то, что когда есть деньги, то становится больше свободы. Кто с этим согласен? Не все у нас в жизни зависит от материального, но очень многие вещи, очень многие вещи. И когда есть больше свободы, образ жизни меняется. 100 тысяч рублей в бизнесе ЮДС и 100 тысяч рублей в работе по найму, это разные 100 тысяч рублей. Кто согласен? Разные 100 тысяч рублей с абсолютно другим уровнем свободы. Когда у тебя там вот эти все вещи про начальник, будильник, планы, этого не существует. И мы живем в абсолютно другом образе жизни. И когда, пара примеров, когда меня спрашивают, или когда где-то на обучениях, мы там с ребятами в тюменском офисе это проговариваем, как отвечать на вопросы, сколько ты занимаешься этим бизнесом. Если бы мы занимались этим бизнесом с утра до вечера в пятидневку, с 9 утра до 5 вечера, мы бы не этот зал с вами арендовали. Скорее всего, это был бы другой зал, где было бы, ну, как минимум, там в 4-5x людей больше. Самое простое, последнее, одна из последних рекомендаций, это поставить цели в деньгах. Нам в том числе позволяет это сделать маркетинг-план. Мы понимаем, что нам необходима цифровка в каких-то, ну, в цифрах. То есть мы понимаем, сколько денег от продажи лицензий, сколько денег принесет какая-то квалификация, сколько еще может прийти какой-то скрытый потенциал от, важно его просто раскрывать, скрытый потенциал от команды в поставленной и озвученной квалификации. Это самое простое, на мой взгляд. Приметил для себя то, как ты хочешь, чтобы тебя называли в следующем спринте. Расписал с куратором или там с кураторской цепочкой план и вперед дальше в реализации, в действии. Один из последних тезисов. Часто слышу от партнеров, которые только-только пришли в бизнес, историю про, вот я сейчас делаю результаты. Кто слышал? Я сейчас делаю результаты, и все мои должны тут выстроиться или должны что-то. Было? Ваши результаты никому не нужны. Вообще никому не нужны. Кроме вас самих. Вот вам нужны результаты? Вам нужны. Давайте перестанем думать, что каким-то людям во внешнем мире надо что-то показать, и потом они скажут, и у них будет какая-то другая реакция или другое отношение. В каком-то количестве случаев, в очень маленьком это случается, но, как правило, ничего не происходит. Как вы думаете, тем ребятам, которые с компанией очень давно и долго, кто уже заработал миллион, 3-5 миллионов в долларах, им отказывают? Поэтому разговор вообще не про ваши результаты. Сами для себя свои результаты делайте, и все, и спокойно относитесь к отказам, к рынку. Он себя будет вести всегда очень по-разному. Я хочу закончить на фразе, которую я взял у своего очень близкого друга. Мы с ним знакомы с 2012 года, уже больше 10 лет. Его зовут Максим. Он отчасти является нашим корпоративным тренером для команды. Мы часто с ним проводим программы по личностному росту. Многие были ребята на этих программах. У него есть очень крутая фраза. Это такая глубокая метафора. Она звучит следующим образом. Яйцо, разбитое снаружи, смерть. Яйцо, разбитое изнутри, жизнь. О чем эта фраза? Когда мы делаем с вами омлет, мы с яйцом что делаем? Снаружи разбили, пожарили, съели. А яйцо, разбитое изнутри, это цыпленок. Это какая-то следующая жизнь. Поэтому сколько бы через эти мероприятия, через эти три дня, я и мои коллеги, и ребята-кураторы не старались сделать так, чтобы у вас были финансовые результаты, скорее всего, только тогда, когда у вас появится некая внутренняя трансформация, некое свое глубокое, сформированное, сильное предложение относительно этого бизнеса в рынок, только тогда у вас появятся те самые свои результаты, о которых стоит думать. Яйцо, разбитое снаружи, это смерть. Яйцо, разбитое изнутри, это жизнь. От меня на этом все. Спасибо большое. Увидимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok